Здравствуйте, своему блогу. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Горький пендель Зеленскому и Нетаньяху будут наливать из одного флакона. По-разному нальют, потому что и Зеленский, и Нетаньяху оказались виновниками одинаково ужасных ситуаций. И Зеленский, и Нетаньяху провтыкали нападение врага, и это их вина, что враг зашел на территорию и нанес колоссальный ущерб. В этом вина власти Израиля и власти Украины, потому что враг воспользовался преступной халатностью, бездеятельностью и чванливой глупостью обоих. И в каждом случае обязательно после победы, ну после победы Израиля над террористами, после победы Украины и мирового сообщества, кстати, в обоих случаях и мирового сообщества над рашистской вот этой вот федерацией, над путинским мордором будет разбор полетов. Так вот сегодня в Израиле о том, что виноват Нетаньяху, пишут все газеты, об этом говорят все обозреватели. Сам Нетаньяху этого не отрицает. Глава вот этого разведывательного ведомства в течение недели, в отличие от Баканова, вышел и сказал, что признает свою вину и после войны, после победы в этой войне над террористами, он готов нести всю полноту ответственности. Разницу чувствуете? Мы прекрасно понимаем, что победный до определенного момента марш на Киев, выход на территорию города врага, это заслуга кадровой политики Зеленского. Это он убрал танковые части с севера Киева и даже есть документальные доказательства. У Арьева в закрытой зоне они приведены, он дал запрос в Минобороны, все ответили. За эту правду Арьева преследуют, они вытащили давно закрытое дело по ДТП с дочкой Арьева и пытаются на Арьева давить, чтобы тот был сговорчивый. Точно так же, опять давят на всех, то, что Зеленский лично дал команду устраивать на Чангаре вот этот вот аттракцион невиданной щедрости, строить какие-то переходные пункты, магазины, разминировать, чтобы там все было по-богатому и красиво, чтобы туда зашли российские части российского Мордора. Это все его ответственность, точно так же, как и Нетаньяху, это его благодушие, ну я уже не говорю про многолетнюю политику Израиля по умиротворению агрессора. Это все привело к тому, что террористические подонки зашли, начали грабить, убивать, насиловать женщин, детей, резать и творить все те зверства, которыми, собственно говоря, был славен еще Адольф Алоизович Гитлер. И вот эта гитлеровщина Хамаса и путинского режима произошла исключительно по вине руководства как Израиля в случае с Хамасом, так и Зеленского, ну Украины в случае с путинским нападением. И отвечает в одном случае, вся полнота ответственности находится на Бенемине и Нетаньяху, а у нас вся полнота ответственности находится на Владимире Зеленском. Друзья, иначе это не работает. Больше того, я вам скажу, что после победы, в которой ни я, ни вы не сомневаемся, восстановление Украины будет начинаться и под это пойдут деньги только после того, как будут официально оглашены, сделаны и приняты нашими западными партнерами выводы. По той простой причине, что за преступление, за преступную халатность, за бездействие надо отвечать. Надо отвечать за то, что сейчас Зеленский, и не только сейчас, это уже продолжается полтора года, преследуются патриоты, которые защищали. Потому что вот все те, особенно СБУшники, которые, ну мы же это с вами знаем, бросали склады с оружием. Люди приходили, просто набирали, кто сколько хотели, а эти СБУшники толпами, вот полным личным составом подразделений туда, на Черновцы, во Львов, потом еще оттуда, там проводили первые совещания, когда чуть-чуть. То есть это не может остаться безнаказанным. Подождите, у нас огромное количество силовых структур, а вот именно СБУ в первую очередь, бросили свои посты, свои части, оружие, технику и сдрыснули вот туда, на запад. И виноват в этом, ну естественно, тот, кто подписывал назначение руководства. Всех вот этих вот предателей, их назначение, с легкой подачей Баканова подписал Зеленский. Я не вижу, чем Зеленский лучше Нетаньяху. Нет, чем хуже, я вижу, а чем лучше, я не вижу. Вот подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, если вы считаете, что Зеленский чем-то лучше Нетаньяху. Ну мне интересно знать, мне кажется, что хуже во всем. И главное, что он хуже в том, что он не готов признавать свои ошибки. Он готов совершать преступления для того, чтобы покрывать совершенные им вот эти ошибки. Он их не просто сделал до начала полномасштабной агрессии, он их делал после. То есть то, чего он не сделал. Вот преступное бездействие до начала агрессии – это одно уголовное разбирательство. Второе, то, что он не создал правительство национального доверия, объединяющие все политические силы – это другая статья. А третье – это то, что во время такого жуткого нашествия мы увидели в Украине такую коррупцию, которую не видали. Вот если в столбик сложить коррупцию всех предыдущих президентов, то она кажется меньше, чем коррупция Зеленского. И рассказы о том, что это где-то кто-то бояре виноватый, ни хрена ты не виноваты. Вся полнота ответственности лежит на Зеленском. Он первый в списке тех, кто должен ответить за несработавшие минные поля, за невзорванные мосты, за окруженный Мариуполь. Потому что, простите, я абсолютно точно знаю, это не является секретом, что в начале войны Баканов лично отдал приказ взорвать киевские мосты. И это прекрасно, что этот приказ не был выполнен. Потому что, как сказал один мой знакомый, очень опытный человек в военном деле, я говорю, а зачем Баканов отдавал этот приказ? Он говорит, а когда от страха попа очкануло жидким дристом, то человек склонен отдавать приказы бесконтрольно. Это диагноз профессионала по отношению к другу детства и назначенцу Зеленского-Баканова. Поэтому месседж Зеленского, а я сейчас позвоню Баканову, да не надо будет звонить. Вот перестукиваться через стеночку, потому что, в принципе, изолятор будет тот же самый. Ребята, ответственность за преступления обязательно наступит. И тешить себя средневековой иллюзией или иллюзией прошлого века, что победителей не судят, не стоит. Мы зашли в другое время и при других обстоятельствах. У нас победителем будет совсем не вороватая команда Зеленского. Победителем будет украинская армия и украинский народ, который вышел на Майдан. А не Зеленский, который сделал все, чтобы помочь Путину в агрессии и который боролся с Майданом. Мы после победы сами с вами определим, кто победитель, а кого надо судить за преступление. Причем это будет честно и юридически правильно с помощью наших западных союзников. Дай им Бог здоровья. А вас я попрошу не забыть подписаться на мой канал, поставить лайки, оставить комментарии, распространить в соцсетях. А победа, друзья мои, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не зарширеет.